Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как преодолеть уязвлённое самолюбие? Прямо одной и двумя фразами, которые могла бы себе сказать, когда накатывают. 6 лет встречалась с мужчиной, сначала он сказал, что не женат, хотя в этот момент, когда там оказалось, был просто в ссоре с женой. И вот 6 лет ко мне, то ко мне, когда помириться, то к ней. А теперь, видимо, они окончательно помирились, а я ему приелась, короче, бросил. Мне ждал потратенных на него 6 лет своей жизни. При этом из-за него не буду писать, почему, много времени займёт, я очень сильно потерял в деньгах. Вот прям в долгах вся. Очень многому помогало, так что угробило здоровье. Врачи пока не могут дать прогноз, выживу я или нет. Можно сказать, хорошо, что 6 лет, а не 20. Поэтому вот чего не отпускает, а то, что я один раз, когда он меня бросил, позвонила его жене, ничего и не сказала, она мой номер узнала, похитикала в трубку, издевательски так, кое-что сказала. Я в слезах трубку бросил. Потом он мне позвонил на Ралу, чтобы я нервы не мотала, хотя все 6 лет, это он мне мотал нервы, а сейчас я на. Он, правда, это не знает, я ему не говорил. Вот, вот, не могу отпустить из себя воспоминания об этом злорадном смехе, что она выиграла, а я проиграла, получается. Как это отпустить? Спасибо всем, кто ответил. Смотрите, Юля, в чем дело, во-первых, ваш подход про одну несколько фраз, он не работает, вот, он не работает, потому что вам эти фразы не помогут. То есть эта история больше про аффирмации, вот, аффирмации не помогают, точнее, у них довольно такой, я бы сказал, ограниченный спектр действия, вот. И, соответственно, одна или несколько фраз вам не помогут. Что происходит у вас сейчас? У вас происходят, во-первых, непрожитые чувства, на вас влияют обида, боль, агрессия, злость, вот, это первое, и эти чувства, их, в принципе, нужно прожить. Это первое, второе, 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 это личностный рост, потому что вы, как мне кажется, как-то вот воспринимаете отношения, как игру, в которой можно проиграть, как то, что, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, то есть это вот такая несколько, ну, на мой взгляд, детская, получается, позиция, вот, потому что отношения, конечно, это не игра. А отношения, это отношения, и люди здесь, они в этих самых отношениях находятся, и не представляются возможным говорить о том, что кто-то, может быть, кого-то лучше, и так далее. Это первое, это второе, и третье, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы изначально, когда, получается, узнали о том, что мужчина женат, да, вот, вы с ним из отношений, получается, не вышли, то есть вы продолжали с ним находиться в отношениях, даже когда узнали, что он женат. И вот этот момент тоже очень важен, потому что здесь, в общем-то, не только здесь, но здесь конкретно проявляется то, что вы в целом относитесь к себе довольно-таки пренебрежительно, и в целом вы относитесь к себе, мягко говоря, не очень, потому что то, что вы, например, тратили на человека деньги, то, что вы все в долгах, то, что вы потратили на него здоровье, говорит о том, что, ну, по сути, вы себя, как бы, не цените, и жертвуете собой ради другого человека. Почему? Потому что у вас есть, вот, внутренний страх, например, страх одиночества, вот, или страх, что вас никто не полюбит, ну, или, может быть, что-то еще. Вот. Разные могут быть аспекты, разные могут быть нюансы. И суть в том, что эти нюансы на вас влияют, и суть в том, что это нужно корректировать, это психотерапия в первую очередь. Вот. Также, если мы говорим об уявленном самолюбии, то это в первую очередь чувства, которые вы в себе зажимаете до сих пор. Это, скорее, некоторое, вероятно, это некоторая незаверщенность. Под незаверщенностью я понимаю то, что вам, наверное, на такие вот слова да, жены вашего мужчины хотелось что-то ответить, да, вот, хотелось, ну, вот, что-то сказать, да, хотелось как-то вот, вероятно, ну, себя проявить. Ага, и вы, получается, этого не сделали. То есть вы, получается, себя как раз не проявили. Соответственно, то, что вы себя не проявили, конечно же, на вас влияет. Влияет довольно сильно, потому что эта вот незавершенность, она осталась. Вот как-то так, то есть это все больше про психотерапию и про выяснение, например, значимости, именно вот значимости, ну, молодого человека, да, мужчины для вас. Ну, вот, то есть это такой очень тоже получается важный момент на самом деле, вот, потому что он, этот момент на вас влияет и влияет, ну, вот, достаточно сильно, судя по тому, что мы можем в данном случае видеть. Вот, поэтому здесь ситуация, она вот, ну, примерно, плюс-минус, да, она такая, вот. И я, конечно, вам очень сочувствую, вот. Вот, я очень сочувствую вам, я очень сочувствую вот той, ну, ситуации, в которой вы оказались. То есть я сочувствую тому, что вы, ну, что вы находитесь в этой ситуации, но, тем не менее, находитесь вы в этой ситуации, как мне видится и, как мне кажется, не просто так. То есть вы, вы оказались в этой ситуации не случайно. И вы, конечно, можете как-то обвинять молодого человека, вы можете злиться на него, вот, вы можете злиться, там, допустим, на его жену, да, это, в принципе, ваше право, никто вам в этом отказать, пожалуй, не может, да и не нужно, да, вот. Но вопрос в том, насколько это эффективно, да, вопрос в том, насколько, вот, это, как бы, конструктивно, да, насколько это витально, потому что, суть, потому что вы описываете на вас, влияет, влияет мягко, мягко, мягко говоря, не очень хорошо, мягко говоря. Это только, это только мягко говоря, да, вот. Поэтому, тут очень важно, все-таки, 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 как-то вот в себе разобраться, да? Давайте мы с вами сейчас посмотрим. Значит, вы пишете, 6 лет встречалось мы с мужчиной, да? Что между вами было общего? То есть, вот, что вас объединяло, что вас связывало? Значение человека для вас. Давайте раскроем. Дальше вы пишете, как потом оказалось, что он был в ссоре с женой, как вы на это отреагировали, как вы это восприняли. 6 лет, то ко мне, то к ней, то, когда мириться к ней. Как вы опять же к этому отнеслись? Вот. Дальше вы пишете про свои долги, и обычно, когда человек, ну вот, залезает в долги, да? Это история про нарушение им своих личных границ. Вот. К сожалению. То есть, человек, который идет в долги, да, если это только не какой-то единичный, и такой вот, знаете, экстраординарный, скажем так. Случай это нарушение личных границ. Вы это делали, судя по всему, систематично, и, соответственно, очень важно в этом разобраться. Очень важно понять вам, чем с психологической точки зрения было продиктовано то, что вы, вот, залезли в долги. Это очень важно, на мой взгляд. Очень важно в этом разобраться. На мой взгляд. Вот, как, вот, вот, эээ, как-то так. Пожалуй, я мог бы вам сейчас ответить. А фразы, повторюсь, какие-то вот, фразы, эм, ну, какие-то фразы, отдельные, я имею ввиду, вот, они вам не помогут и не решат проблему вашей тревожности. Вот, то есть проблема вашей тревожности, она останется, она никуда в этом смысле не уйдет. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, я желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, обращайтесь за помощью, не задерживайтесь.